Новые вызовы и новые высоты нефтьюганского образования. Сегодня назвали имена победителей конкурса «Учитель года». Начинаются осенние каникулы, и детей на дороге будет еще больше. Поэтому мы с инспекторами ГИБДД хотим вам напомнить правила дорожного движения. Безопасный маршрут. Слова об осторожном вождении доходят лучше, когда звучат из детских уст. До момента возведения моста связь между населенными пунктами осуществлялась с помощью парома или ледовой переправы в зависимости от времени года. Этот мост связал южные и северные территории Тюменской области в рубрике «От пятачках жемчужине. О новой эпохе в истории нефтьюганска». Безопасный маршрут. Сегодня в Нефтьюганске завершилась окружная профилактическая акция ГИБДД. Напомним, на протяжении недели госавтоинспекция проводила локальные операции. Например, по результатам рейда «Детское кресло» полицейские составили не менее 10 протоколов на нарушителей. На этот раз сотрудники вышли в рейд не одни, а вместе со школьниками. «Начинаются осенние каникулы, и детей на дороге будет еще больше. Поэтому мы с инспекторами ГИБДД хотим вам напомнить правила дорожного движения». Внимательнее передвигаться на транспортном средстве, проявлять особую осторожность в темное время суток и, конечно, пропускать пешеходов. Эти простые правила знает каждый водитель, но напомнить об этом никогда не помешает. Сотрудники ГИБДД совместно с юными инспекторами дорожного движения и родительским патрулем провели профилактические беседы со владельцами машин. Практика показывает, что участие детей в подобных акциях имеет свой эффект. Рейд прошел возле тех школ города, которые расположены рядом с проезжей частью. В преддверии ближайших осенних каникул, соответственно, в городе Нефтьюганске на проезжей части, вблизи проезжей части появится гораздо больше детей, гуляющих, бегающих. Мы хотим обратить внимание, в первую очередь, на водителей, их внимание обратить на детей. Лучший педагог работает в пятой школе. Сегодня подведены итоги конкурса «Учитель года». В победители вышла учитель начальных классов Елена Прохорова. В номинации «Сердце отдаю детям» победу одержал Александр Молодежников. Профессиональный конкурс «Педагог года» в Нефтьюганске проводится уже в 21 раз. Победителями его становятся самые лучшие и достойные сотрудники образования. На протяжении недели участники делятся друг с другом знаниями и опытом, показывают мастерство членам жюри и своим коллегам. Я истинно рада за наше образование. Вот меня, конечно, очень радовали условия несколько раз, об этом сказала Николай Ефимович у главы города. Но еще больше меня радуют те педагоги, которые принимают участие в конкурсе. Потому что это стремление вперед, это желание еще лучше сделать наше образование, еще более качественным. Победителем в номинации «Сердце отдаю детям» стал Александр Молодежников. За его плечами 20 лет работы с детьми, каждого из которых он помнит по имени. Все они разные. Для всех нужен свой подход, свой ключик. Учитель – это же как проводник, который ведет маленького человека по жизни, выводит его в взрослую жизнь. Для этого надо очень много терпения. Молодой жюри конкурса вручила специальный приз учителю музыки Адриане Серештановой. Абсолютным победителем в номинации «Учитель года» стала Елена Прохорова. Выигрывать ей не впервой – это уже вторая победа учителя начальных классов. Выбираются самые достойные учителя школы. И вот моя задача как учителя – выглядеть достойно, быть достойным, показать, что не зря, наверное, в меня верили, не зря меня поддерживали. Специальными призами участников и лауреатов также наградили представители банков, Негосударственного пенсионного фонда и территориальной избирательной комиссии. Елена Гайлиман, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». Накануне финалисты конкурса «Учитель года» приняли участие в разговоре за круглым столом. Нефтьюганское образование – новые вызовы, новые высоты. Так была обозначена тема встречи. Эта дискуссия стала последним конкурсным испытанием для педагогов. Эфирный вариант обсуждения за круглым столом мы предлагаем вашему вниманию. Сегодня мы говорим об образовании, что происходит сейчас с российской школой, какие изменения она переживает и каковы основные тенденции в сфере образования. Про размышлять на эту тему мы сегодня предлагаем тем, кто посвятил свою жизнь в сфере образования и может считать себя профессионалом. Это финалисты конкурса «Учитель года-2015», директора образовательного учреждения и представители исполнительной власти, для которых также эта сфера не чужда. Какие требования сегодня предъявляются к выпускнику? Какими качествами он должен обладать? Я работаю в старших классах, готовлю детей к сдаче книгой по русскому языку и по литературе. И действительно к детям предъявляется очень много требований. Во-первых, я согласна с коллегой, которая говорила, что они должны уметь ориентироваться в большом потоке информации. Они должны уметь высказывать свою личную позицию. Думаю, выпускники наши будут выходить в большую жизнь, не имея своей личной позиции. Очень трудно им будет церентироваться. Ну, конечно, в традиционной школе, в старой школе, скажем так, ученик получал такие фундаментальные знания. Но мы можем сказать о том, что мир тогда, в то время, менялся очень медленно. То есть технологии как таковые, они... То есть у ребенка было время, когда он освоит то, что ему дано. Сейчас у ребенка этого времени нет, потому что действительно вот эти новые технологии, ему приходится... вообще человеку приходится постоянно перестраиваться. То есть он освоил только что это, а сейчас ему это уже устарело, нужно осваивать другое. И поэтому вот современные школы, она действительно... Она, по сути, должна получить быть гибким. Да, быть очень гибким, быть очень мобильным. Если раньше главное было дать знания, то теперь учителю должен обращать внимание на каждого конкретного ученика, на его способности, развитие его личности, развитие способностей. И как-то это может реализоваться в массовой школе? Или тоже это больше декларация, поскольку у педагога и так много всяких забот, и знаний нужно дать, и отчеты составить, и план написать, и так далее? Сейчас у детей есть возможность развивать свои способности, как в урочной, так и в неурочной деятельности. То есть при помощи новых методов, новых подходов, мы стараемся развить эти способности, и дети становятся более раскрепощенными, они показывают себя и творчески. Мы сейчас говорим о школе, что вы раскрываете способности. На самом деле мы говорим сейчас... Я хочу сказать, что мы, это школьники, как первая ступенька образования, это наша задача развить способности, создать вам готовый продукт, из которого вы сотворите уже в дальнейшем. То есть наша способность, это наша задача раскрыть способности ребёнка, раскрыть его творческий потенциал, создать интерес к познанию чего-то нового, то есть сформировать его мотивацию, будем говорить. А школу уже, начальные школы и средние школы, вы уже обучаете. Мы не согласны. А мы, зажима, мы не только обучаем. Бумажная нагрузка на учителя для многих педагогов – больной вопрос. Я вот лично знаю нескольких молодых людей, способных, которые ушли из школы из-за того, что они выдержали вот этой бумажной нагрузки. То есть планы, отчёты. Вот у нас министр образования говорит о том, что эта бумажная нагрузка должна быть в разумных пределах. Что такое разумные пределы, где они, и можно ли эту бумажную нагрузку сократить? Фактически 60% запросов идут со стороны иных ведомств. Вот так же, как и в образовании, во все другие ведомства идут со стороны других ведомств. То есть это во всей нашей стране уже установленная практика. Поэтому, наверное, если благодаря общественному мнению, благодаря родителям, благодаря, может быть, инициативам образования ситуация изменится, конечно, это будет, повлияет очень на сокращение отчётности в образовании в том числе. Потому что такая же ситуация и в здравоохранении, в учреждениях социальной защиты населения. Поэтому, конечно, нам хотелось, может быть, как можно меньше уже друг перед другом отчитываться. Но если мы говорим о том, что у нас и либерализация общества идёт, и говорим о том, что у нас идёт мониторинг любой деятельности общественными организациями, всевозможными фондами и так далее, и так далее, и так далее, о взаимодействии очень много не только говорится, но и делается в этом направлении. Вот отсюда и сбор этой бесконечной информации. И моё мнение, что, наверное, раз уже нас слышит министерство, слышит президент Российской Федерации, я думаю, что ситуация поменяется. Вот было бы сокращено до трёх. Журналы. А сколько нужно написать? Дневник. И всё, да. Было бы замечательно. А сколько ежемесячно, на самом деле, пишется? Вы знаете, вот к этому вопросу. Буквально вчера я, когда пришла после урока в департамент образования, мне кадры приносят вот такой пакет документов. Я говорю, это что? Они говорят, вот информация в институт повышения квалификации. Я говорю, о чём? С ужасом. Они говорят. Самое интересное, наверное, некоторые столкнулись с этим. О том, сколько информации и отчётов направляется из школы. Я тихо со спругом начинаю листать. Валентина Санна была у меня в кабинете. Я смотрю, сколько тратится, есть последняя колонка, сколько тратится времени. Не стыдно сказать. Но я скажу, что тратится до шести часов один учитель на один отчёт. И дальше, вот я сейчас слушаю Светлана Евгеньевна, и очень хорошая фраза Светлана Евгеньевна сказала. Может быть, хватит отчитываться друг перед другом. Те, кто принимал участие в конкурсе, возьмите для себя задачку. Предлагают вам какой-то отчёт. А выхлоп какую-то форму уникальную такую, очень краткую, очень такую хорошую, чтобы она тратила не два часа, ну вот зачем столько времени тратить, а тратила 20 минут. О воспитании. В советское время школу должна была не только учить, но и воспитывать. Это были равнозначные, можно сказать, функции. А потом в постперестроечное время, как бы, эта роль была утрачена несколько, да, может быть, во многом. А сейчас всё возвращается на круги своя. Вот какой должна быть воспитательная функция школы в 21 веке? По форме и по содержанию должна ли она чем-то отличаться? Или всё-таки школу должна воспитывать каким-то общечеловеческим ценностям, которые, в принципе, не меняются со временем? Знаете, я вот хочу сказать, что всё-таки школа 21 века должна воспитывать больше самостоятельности и способности к саморазвитию, к развитию самости, чтобы человек был гражданином, который может идентифицировать себя в том обществе, в котором он живёт. Поэтому здесь, конечно, вдруг другие подходы к воспитанию, ценности остаются, как коллеги сказали, прежними, но всё-таки он должен научиться принимать решения, делать выбор. В наших детских садах многонациональные детские сады, и дети, и поверьте, я вам скажу, что дети не разделяют по национальностям, а уважительно относятся ко всем. И поэтому я считаю, что воспитание – это основа нашего государства. Терпение, уважение, быть внимательным друг к другу. По моим наблюдениям, как журналист и редактор, за последние лет 10, наверное, очень снизилось количество людей, которые пишут грамотно. С чем это связано, как вы считаете, что вообще происходит с русским языком? С чем это связано? Наверное, с объёмом информации. Да, информатизация, она захлёстывает. А как влияет объём информации, если люди пишут элементарные слова, неграмотные? Слэнг, сокращение. Да, где-то это может быть неизбежно, но направлять-то их надо. Мы никуда не уйдём, конечно, от информатизации, мы никуда не уйдём от компьютера, мы никуда не уйдём от поисковых систем. Это однозначно, и это нормально, и это правильно. Но если вместе с этим мы будем возвращать книги, к чтению книги, это будет обогащать наш словарный запас, нашу речь. И это правильно. Поэтому мне кажется, вы, педагоги, должны обязательно это взять на вооружение. Мне вот интересно было прочитать информацию о всероссийском нашем конкурсе «Учитель года-2015». И не все ведь учителя прошли вот такой критерий, как языковая грамотность. Почему? Да, очень хорошая реманка. И тотальный диктант в этом году. Предложаю всех учителей принять в нем участие. Ну, хочется о дополнительном образовании поговорить. Важнейшая роль тоже отводится ему сейчас. У нас вроде бы, да, все с этим в порядке. То есть есть школа искусств, есть музыкальная школа, есть драматические кружки. Дети играют в музыкальных инструментах, танцуют, поют. А что вот с техническим у нас дополнительным образованием? Сейчас в стране не хватает талантливых инженеров. Главная ценность любого государства – это люди. Сейчас вот государство через многие программы пытается собрать эти, знаете, драгоценные для себя крупицы. То есть конкурсы – тот же шаг в будущее. Вот в округе у нас проходит юный изобретатель, инновационное будущее России. Созвездие, да, совершенно верно. Вот при помощи вот таких вот конкурсов они собирают и выявляют очень ценные для себя будущие кадры. То есть ту силу, которая будет являться движущей силой для государства в будущем. То есть у нас очень хорошо, можно сказать, поставлено материальное обеспечение. То есть сейчас вот в школу закупается новое оборудование и все. Сейчас проблема в том, что часть педагогов даже не умеет на нем работать. То есть их надо обучать, подготавливать, чтобы они эффективно несли это оборудование. А вообще востребовано вот это вот техническое образование? Очень востребовано. То есть я вот в этом году был на МАКС, то есть это Международный авиационно-космический салон. Мне три раза предлагали сменить профессии. Потому что не хватает специалистов, жутко не хватает специалистов в стране. Страна сейчас из-за того, что вот такие вот и санкции экономические, и все остро почувствовала, что надо все делать. Нужны свои талантливые люди, свои тихие. Да, самостоятельно. А у детей в городе это востребовано? У мальчишек приходят они вот? Ну придите к нам в гости и видите. Очень востребовано, потому что это интересно, это больше даже зрелищно. Многие... Почему я стараюсь чаще показывать свою работу, чаще демонстрировать, то есть давать возможность, потому что многие дети даже не знают, что это так классно. То есть летать, создавать своих роботов, управлять ними. Вот это вот все. У нас как-то так построена сама среда информационная, что люди уже перестали воспринимать все серьезно. То есть отстранено. Может это из-за того, что насилие вот этих компьютерных игр и все. Люди перестают, молодые, воспринимать всю эту жизнь как реальность. Ну это как-то там будет, если что, перезагружусь. В результате они не думают о том, что будет завтра, как они будут жить завтра, чем они будут зарабатывать на высокотех. Что им самим придется вот строить этот мир, в котором они будут жить завтра. Наша встреча подошла к завершению. Спасибо большое за ваше мнение. Может быть кто-то для себя сделал какие-то выводы, может быть о чем-то задумался. Ну в любом случае надеемся, что этот разговор был не бесполезен и не безинтересен для участников и для телезрителей. Спасибо, до свидания. Спасибо вам большое. Их спутница дорога, лучший друг, светофор. В культурном центре юность сегодня участвовали водители, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта сегодня поздравили 28 человек. За безупречную работу, достигнутые успехи в труде и в связи с профессиональным праздником. Почетные грамоты главы города наградили представителей компаний, спецкому сервис и службы единого заказчика. Уважение, благополучие, благополучие финансового, семейного благополучия. Будьте счастливы, уважаемы, чтобы друзей у вас было побольше. Но сотрудники ГИБДД всегда были друзьями. Благодарственными письмами также отметили 8 человек. Среди них водители автомобиля первого класса, машинист-погрузчика и тракторист. Администрация города, в свою очередь, наградила еще 18 работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В их число вошли и 5 девушек. Это машинист мощной установки «Юганск» пассажир «Автотранс», заведующая центральным складом, диспетчер-кондуктор и ведущий инженер отдела производства. От пятачка к жемчужине. Мы продолжаем рубрику о важных вехах истории города. С момента его основания и до наших дней. В теперь уже далеком, в 1984 году, в городе появился первый автомобильный мост. Связав островной город с большой землей, грандиозное сооружение ознаменовало начало новой эпохи Нефтеюганска, рассказывает Елена Волкова. Ни для кого не секрет, Нефтеюганск – единственный город в Среднем Приобье, расположенный на островной территории. До момента возведения моста связь между населенными пунктами осуществлялась с помощью парома или ледовой переправы в зависимости от времени года. В экстренных случаях добраться до другого берега можно было только по воздуху. 870 метров – такова длина моста через протоку Юганская ОТ. Почти 40 лет назад, в ноябре 1978-го, за его строительство взялись бригады мостаотряда 15. В условиях Крайнего Севера рабочие, рискуя жизнью, трудились на 50-метровой глубине под землей и поднимались на 150 метров выше нее. Первоначально мост был способен пропустить полторы тысячи автомобилей в день. Спустя два десятилетия поток транспорта увеличился более чем в восемь раз, и сооружение уже не справлялось со своей задачей. В октябре 2004-го началась реконструкция. Пусковой комплекс превзошел своего предшественника на 4 метра в длине, включив в себя два моста и новый подземный путепровод тоннельного типа. В 78-м начали там буквально, как я прочитала, чего там может быть. Всего лишь гидрномуф, по-моему, поработал. И все на этом. Мензеля Полякова видела мост еще строившимся. Женщина помнит, как 30 лет назад жители переправлялись на другой берег при помощи вертолета. По ее словам, постройка стала для города поистине сенсационной. Сейчас хранительница музея с трепетом просматривает каждую фотографию тех времен. Все люди почувствовали, как это хорошо, что есть мост. Не всегда к мосту подъезжаешь, это какая-то вот, каждый раз гордость какая-то, что сердце замирает, что я к себе домой еду. 6 тысяч тонн стальных пролетов и 9 бетонных опор. Мост через Юганку стал грандиозной вехой истории города. Он сблизил противоположные берега и их жителей, став настоящим символом единения, трудолюбия и профессионализма. Елена Волкова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Лидер года. Нефтьюганский завершился городской этап конкурса активной молодежи. На звание лучших претендовали 18 горожан в возрасте от 14 до 30 лет. Кто они, лидеры молодежных движений? Смотрите сюжет Кристины Кочеровой. Ученики, волонтеры и работающая молодежь – три номинации традиционного конкурса в Нефтьюганске. На протяжении двух дней претенденты на звание лучших состязались в лидерских качествах, умении отстаивать свою точку зрения и креативности. В этом году лидер 21 века претерпел небольшие изменения. Если раньше участники презентовали готовые проекты, то сейчас организовывали социально значимое дело. «Конкурс называется «Лидер года». Они показывают свои лидерские качества, свое умение работать в команде, свою коммуникативность. То есть все, что проявляется, как они себя проявляют как лидеры. Они должны это доказать своими способностями и умениями». Старшеклассник Равиль еще на презентации признался, что масштабными проектами пока не занимался. Однако в локальных мероприятиях успел зарекомендовать себя с хорошей стороны. На выполнение конкурсного домашнего задания у спортсмена был всего вечер. На помощь пришли товарищи. Возникла в голове идея, что есть такая проблема. Иногда бывает, особенно жители второго, первого микрорайона, где пятиэтажные дома, лампочки либо перегорают, либо кто-то выкручивает. И коммунальные службы не всегда успевают среагировать, заняться этим. И из-за этого возникают различные проблемы у людей. И вот мы решили на свои деньги собраться, обойти подъезды и вкрутить лампочки, где это нужно. А вот Анастасия Есина совсем недавно стала победительницей городского удара. Опыт молодого лидера почувствовали все члены жюри. О своих умениях и навыках девушка заявила сквозь временное пространство, связавшись с будущей собой посредством сети интернет. Я хочу рассказать тебе о том, как благодарна тебе за все старания. Сегодня, в 2025 году, я руководитель успешного учреждения и депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры. На удивление некоторых членов жюри в Нефтьюганске оказалось большое количество активной молодежи. Здесь общественные движения, выступающие за здоровый образ жизни, старшеклассники, которые воспитывают в маленьких кадетах патриотизм, и волонтеры, которые уделяют недостающее внимание ветеранам Великой Отечественной войны. Однако о качествах лидера свидетельствуют не только полезные дела, но и количество последователей. Так как каждый лидер представлял какой-то свой вид деятельности, либо свое общественное объединение, в котором они работают, и если посмотреть, за каждым молодым человеком, лидирующим, стоит как минимум человек 10, которые занимаются каким-либо полезным делом. Лидерами года стали три претендента из каждой номинации. Это волонтеры Евгения Меркуленко, кадет Даниил Ильин и Анастасия Есина, председателя общественного объединения работающей молодежи. Победители представят наш город на окружном этапе. Лидера 21 века Югры будут определять в Нефтьюганске в следующем месяце. Кристина Кочерова, Никита Чебыкин, Алексей Фоминцев, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Далее оперативная сводка, которая познакомит вас со статистикой происшествий минувших 7 дней. Здравствуйте. С итогами работы полиции за минувшую неделю познакомлю вас я, Юлия Огрызкова. За отчетный период в отдел Медроссии по городу Нефтьюганску поступило 374 сообщения. Из них 20 преступлений, 16 из которых было раскрыто. Полицейскими Нефтьюганска проводится профилактическое мероприятие «Должник», направленное на выявление должников по административным штрафам. За несколько дней проведения данного мероприятия сотрудниками полиции выявлено более 50 граждан, своевременно не оплативших административные штрафы. По решению суда данные граждане привлечены к административной ответственности по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях и помещены в специальный приемник. К данным гражданам применена санкция в виде ареста до 15 суток. Всего в текущем году сотрудниками полиции выявлено более полутора тысяч подобных правонарушений. Стоит отметить, что в настоящее время общая сумма долга по неуплаченным административным штрафам составляет 1,5 млн. рублей. Полицейские напоминают о необходимости своевременной оплаты административных штрафов в установленный законом срок, который составляет 60 суток. Кроме того, сотрудниками полиции выявлено преступление в экономической сфере. Так, 48-летний злоумышленник, являясь руководителем кредитно-потребительского кооператива «Регион Альянс», с целью хищения денежных средств граждан создал предприятие, имеющее признаки финансовой пирамиды. Схема обмана была такова. Гражданам предлагалось открыть вклад в данном филиале по необычайно завышенным процентам. После получения денежных средств от граждан так называемая фирма «Однодневка» прекращала свою деятельность и исчезала. В ходе расследования данного уголовного дела от преступных действий подозреваемого пострадало 15 жителей города Нефтьюганска. Общая сумма ущерба потерпевших составила около 2,5 млн. рублей. В настоящее время в следственном отделе МВД России по городу Нефтьюганску по данному факту возбуждено уголовное дело. По части 4 ст. 159 ГК РФ это мошенничество в особо крупном размере. В настоящее время принимаются меры по установлению местонахождения злоумышленника. Если вы пострадали от действий данной фирмы, правоохранители просят незамедлительно обратиться в полицию. Отдел МВД России по городу Нефтьюганску напоминает гражданам о соблюдении бдительности, а также принятии максимальных мер по сохранности личных денежных средств. Помните, что мошенники находят новые и более ухитренные способы завладеть вашими деньгами. Так накануне в дежурную часть обратился житель города с сообщением о том, что неизвестная завладела его деньгами в сумме 8 тысяч рублей. В ходе сбора информации было установлено, что молодой человек посредством сети интернет познакомился с девушкой. В ходе длительной переписки и обмена фотографиями злоумышленница стала вымогать у потерпевшего денежные средства за неразглашение его фотографий интимного характера. По данному факту возбуждено уголовное дело. Также не стоит забывать и о других способах мошенничества. Помните о покупках в сети интернет только на проверенных и защищенных сайтах. Не переводите денежные средства и не называйте данные банковской карты неизвестным вам людям при совершении покупки или задатка за товар. При поступлении звонка на телефон от так называемого специалиста банка не сообщайте свои персональные данные, тем более пин-код вашей карты. Прервите разговор и перезвоните по телефону горячей линии банка для проверки полученной информации. За отчетный период на уличной дорожной сети города зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 2 человека. Сотрудниками ГИБДД задержано 2 нефтеюганца за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 264 прим. 1 Уголовного кодекса. Также полицейскими выявлено и задокументировано 944 административных правонарушения, а также проведено 12 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение при сечении преступлений, а также на обеспечение безопасностью дорожного движения. Отдел МВД России по городу Нефтеюганску обращается ко всем гражданам с просьбой принять участие в онлайн-голосовании за старшего участкового полномоченного капитана полиции Юрия Гошенко, который представляет ее ГРУ во всероссийском конкурсе «Народный участковый». Отдать свой голос за полицейского вы сможете с 1 по 10 ноября на официальном сайте МВД России. Каждый ваш голос может повлиять на итоги конкурса. А у меня на этом все. Будьте бдительны и всего вам доброго. В спектакле «Псы-подворотни» продемонстрировали начинающие актеры Нефтеюганска на сцене культурного центра «Юность». Школьники утверждают, что с каждым спектаклем становятся более уверенными. Раз, два, три. За минуту до выхода на сцену. Так юные актеры настраиваются на спектакль и преодолевают волнение. Не то, что мы кошки. Мы знаем, как льстить человеку, когда он этого хочет. Екатерина Сайфулина занимается в театральной студии около года. За это время она успела принять участие в трех спектаклях. В постановке «Псы-подворотни» ей досталась роль кошки. Я становлюсь более раскованной. Что-то вот как-то могу вести себя теперь на сцене. Я думаю, мне это в дальнейшем пригодится. Посчитали, что я похожа на кошку видим. И как ты себя чувствуешь на роли? Раскованная, но роль у меня небольшая, но такая яркая довольно. Поэтому такая дерзкая. Эта работа по пьесе Юрия Клавдьева рассчитана на подростковую публику. Главные персонажи – бродячие собаки. А враг, вокруг которого разворачивается действие спектакля, то малое, что у них есть. Это рассказ о вольной жизни, о дружбе и сострадании. В зале было много школьников, которые с большим интересом наблюдали за происходящим на сцене. Мне понравился спектакль этот, что он как бы поучительный. Что в этом спектакле говорят о собаках, что они делают. Я бы хотела им помочь, забрать их домой, помыть, покормить их, чтобы они жили в июте. Сейчас юные актеры театра-студии «Азарт» под руководством Татьяны Рузанкиной репетируют новые постановки. Жители Нефтьюганска смогут увидеть их уже следующей весной.